Хочу начать прежде с того на свою проповедь. Когда я был маленьким, мне почему-то такой момент на всю жизнь остался. Мы как-то жили рядом с озером, и часть большая в моей жизни всегда проходила там. Хотя отец нас всегда заставлял делать работу, которую необходимо было поливать, сполоть и прочее делать, чего много было. И мы все равно проводили как-то время больше на озере. И как-то я один раз прибегаю домой, быстренько такой запыханный, опять друзья стоят идти на озеро, я забегаю, думаю, сейчас покушаю быстренько и пойдем. И родители зовут Павел, иди сюда, говорит, сходи, пожалуйста, к соседям. И нужно было что-то отнести, я уже не помню, что нужно. И, знаете, я по инерции сразу, да у меня же там друзья, я не могу. И, знаете, повернулся быстро, раз, выскочил, чтобы пойти взять и уйти. И слышу, родители лежали, отдыхали они, и услышал то, что сказал отец. Знаете, вот это слово на всю жизнь осталось в моей памяти. Вот уже прошло более, около 50 лет. Но вот эти слова, которые отец сказал, отец матери говорит. Смотри, говорит, а ты говорила, что сын твой самый послушный. Знаете, вот это слово, оно так резануло по мне. Я быстренько бросил все, пошел к ним. Что нужно было? Я пошел, взял и сделал. Только получилось так, как в той притче, в которой господин отец сказал сыну своему, иди поработай. Хорошо, отец, иду, и не пошел. А другой сказал, не пойду, но потом раскаялся и пошел и сделал. У меня получилось так. То есть не от всего сердца, как положено сыну послушному сделать. Знаете, вот уже прошло 50 лет, а вот этот момент, что я не послушен. Знаете, вот это на всю жизнь осталось. Бог ценит послушание. Родители ценят послушание детей. Бабушки, дедушки ценят послушание своих внуков. И всегда они как-то, ну, поощряют в чем-то их. Это очень важная черта. Я бы хотел сегодня прочитать одно место, которое записано. Послание к евреям. Десятая глава. С пятого стиха. Евреям. Десятая глава. Пятый стих. Посему Христос, входя в мир, говорит, Жертвы и приношения ты не восхотел, Но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, Как в начале книги написано о мне, Исполнить волю твою, Божию, Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, Ни всесожжения, ни жертвы за грех, Которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил. Девятый стих. Потом призвал, прибавил, Вот иду исполнить волю твою, Божию, Отменяя первое, чтобы постановить второе. И дальше он говорит о том, Что жертвы никогда не могут уничтожить греха. Но Господь Иисус сделал все совершенными детей своих. Вот иду. Знаете, я хотел, просто назвал свою тему, Вот иду. Эти всего два слова. Вот иду. Знаете, у меня не было, Не было такой готовности, Чтобы исполнить волю родителей своих. И когда я прочитал эти слова, В этих словах, которые я прочитал из апостола Павла, Это пророческие слова в Псалма 39, Где повторяются эти же слова. О том, кто должен прийти, И он должен прийти добровольно, Исполнить волю Отца Своего. Давайте мы вместе с вами посмотрим на слово Писания, Как люди реагировали на призов Божий. Вот давайте мы возьмем одного из знаменитых людей, Это Моисея, Когда Господь его призвал, Бог воспитывал его. Бог имел о нем уже план, Как он его спас, Как он был воспитан среди дворца фараона, Был как уже почти наместник, Он был очень знаменит, Получил образование. И потом пришлось ему убежать. И он находился в пустыне 40 лет, Бог работал с ним. И вот однажды он увидел, Когда куст сгорел и не сгорал, И он, когда пришел к этому кусту посмотреть на это чудо, Он услышал голос, который говорил Бог к нему. И в дальнейшем он начал его призывать. Давайте мы прочитаем, как это произошло. Итак, смотрите, Бог говорит, Я пошлю тебя к фараону, Выведи народ мой из Египта. Моисей сказал Богу, Кто я, Чтобы мне идти к фараону И вывести из Египта сынов Израилевых? 12 стих. Но сказал Бог, Я буду с тобою. Знаете, Моисей не говорит, Вот иду. Это же говорит Бог к нему. Он не говорит эти слова, Он говорит, что? Кто я? Да Бог его воспитал. Он знал всю этику дома фараонова, Как нужно, где, что нужно делать. А он говорит, кто я? Вообще-то, Слово Божие, говорит, Он был кратчайшим из людей, человеком. Знаете, иногда, может быть, Нужно таких людей, Когда избирают на служение, Может быть, немножко подталкивать, Потому что некоторые говорят, Да кто я? Да я не умею, я не могу. Знаете, иногда, знаете, Мог бы человек такой много сделать, Вот по скромности своей. Кто я? Он говорит. Он не говорит, что вот иду. И Бог начинает работать, И говорит, что я буду с тобою. И что мы находим дальше? Он начинает оправдываться. Да я же неречистый, Я тяжело говорю, Я косноязычен. А Господь ему говорит, А кто делает слепым? Кто делает глухим, Немым и прочее? Не Господь ли это все делает? Поэтому он говорит, Я буду с тобой. А он говорит, Что он говорит? Пошли, если можешь, Кого-то другого найти. И потом написано, Что Господь, Такие слова, Возгневался, И возгорелся гнев Господа на Моисея. До последнего момента он стоял, Чтобы кто-то другой. И я думаю, Что мы понимаем, Что все-таки Моисей пошел. Он исполнил, Правда, Братья и сестры, Это был величайший человек, Муж Божий Среди народа израильского. Сегодня его почитают в Израиле, Его почитают в мусульманском мире, Его почитают христиане, Моисей. Это великий человек. Он исполнил. И о нем написаны такие слова, Что не было более У Израиля пророка такого, Каков Моисей, Которого Господь знал бы лицом к лицу. Так Бог уважал его. Как бы говорил кто с другом своим. Смотрите, Это 33.11 сказано. Я знаю тебя по имени, 12 стихом. Ты приобрел благоволение в очах моих. Два раза говорится, повторяется о Моисее. И потом уже Моисей, Он идет, Когда пришел к народу своему, Показал все знамения. И они пошли к фараону. И его уже в речь не такая была, Кто я? Он взял жезл в руку свою И произнес такие слова, Так говорит Господь. Это уже не говорит, кто я. Вот призвание. Он, Бог, воспитал его, Возвисел, И поэтому он был твердым. Он ответил на призов Господен. Не так давно мы читали, Когда Бог призвал Исайю, Он коснулся уст его, И когда говорит, кто пойдет для нас. И тогда Исайя говорит, Вот я. Смотрите, здесь совсем другая реакция. Он уже был готов идти. И тогда Бог говорит, Пойди и скажи народу своему. Он был готов. Другому человеку, Он говорит, Иеремия, Он был уже перед рождением, До его рождения Бог уже сделал Своё изволение о жизни этого человека, Что он будет пророк. А он говорит, Я молод, Как я буду говорить? Господь, не говори. Кому пошлю, Будешь говорить. Знаете, Он как бы тоже, говорит, не был готов к этому. Ну, смотрите, Пророк Исайя – Это один из замечательных пророков, Замечательных. Это как евангелист Ветхого Завета. Столько пророческих мест он записал, А именно о рождении Иисуса Христа, О его жизни, О будущем. Всё, всё, как в Евангелии. Это повторяется в Евангелии, Именно места о служении Иисуса Христа. И знаете, Ещё одно место, Которое записано, Которое мне очень нравится, И мне понравилось, Вспомнилось на место. Это, знаете, Книга в Бытье. В 37 главе, 13 стихом, Там написаны такие слова. «И сказал Израиль Иосифу, Братья твои, Не посут ли в стихе, Пойди, Я пошлю тебя к ним?» Он отвечал ему, Иосиф, значит, отвечает, Вот я, Вот я. Знаете, Он собрал необходимое, Что нужно было для своих братьев. Он пошёл в стихем, Потому что он знал, Они там пасут. Приходят в стихем, Но их там нету. Что делать? Он обошёл вокруг стихем И не нашёл. Можно было бы возвратиться, Правда? Возвратиться назад к отцу, Сказать, Отец, Я не нашёл. Знаете, Поэтому и ответственность, Но нет. Ему поручил отец. Он сказал, Вот я. Он начал искать, И нашёл человека, Узнал. Окажется, Они ушли в Дафан. Он пришёл, Он исполнил Свой долг. Вот эта история Об Иосифе, Она очень благословенная. Знаете, Мы все любим эту историю, Дети любят эту историю. И, знаете, Вот в Библии Дух Святой Положил об Иосифе Найти Больше глав, Чем про самого Иакова. Представляете? Только Авраам Буквально на одну-две главы Больше об Аврааме Сказано. Вот книги Бытье Так Бог уделил Дух Святой Записать о жизни Иосифа Благосновенном человеке. Почему? Да потому что Жизнь Иосифа, Братья и сёстры, Она так соответствует, Похожа на жизнь Нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, Я когда смотрел, И почему-то быстро так получилось, Что случалось в жизни Иисуса Христа. Она случилась и в жизни Иосифа. Вот давайте мы посмотрим Некоторые моменты, Что произошло. Знаете, Когда Он пришёл, Сняли одежду с Него. Иисуса Христа Тоже сняли одежды. Он был без одежды. Его продали. Вы помните, Христа за сколько продали серебряников? Только вы говорите громче. Тридцать. А за сколько Иосифа продали? Кто знает? Двадцать. Молодцы. Хорошо вы знаете. Тоже за серебряники Продали его. Он прошёл путь раба, Потому что он был продан. Знаете, Про Господа Иисуса Христа Мы находим, Что Он принял Образ Раба, Братья и сёстры. Потому что Он делал работу, Умывал ноги Ученикам своим. Это образ Раба. Он не был принят Братьями своими. Не любил. Братья Иисуса Христа Тоже не веровали в Него. Написано. Иосиф был послушным сыном. Послушным. Он сказал. Вот я. Он готов исполнять Все послания Своего Отца. Об Иисусе Христе Сказано. Вот сын мой Возлюбленный. Послушный сын. Возлюбленный Сын. Он был Любимым сыном Иосиф И сын Иисус Христос. Он был Любимым сыном. Он был первым После фараона. И Иисус Христос. Он был Тоже как После Отца Своего. Мы читаем Написано Когда Иосиф Стал на трон Фараон Провозгласил Чтобы все Преклонялись Перед Ним. И люди Преклонялись Знаете Об Иисусе Христе Написано Что Преклонится Пред Ним Всякое колено Всякий язык Всякое племя Исповедовал Господа Иисуса Христа. Смотрите Как Все это Совмещается Иосиф Он сохранил Жизнь Израильского Египетского Народа Ты спас Нам жизнь Говорили Египтяне Знаете Об Иисусе Христе Говорится Родился вам Спаситель Он является Спасителем Для всего мира О чем Возвестил Ангел Господин И можно было Продолжать Продолжать Но особое место Которое мне нравится Знаете Когда уже пришли Братья И когда Он отправляет Их Он открылся Им Он говорит Такие им слова Скажите 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 Отцу Моему О всей Славе Моей В Египте О всем Что вы видели И прибавьте И приведите Скорее Отца Моего Знаете Иосиф был В славе Братья Сестры Он понимал Что достиг Этого Положения Только благодаря Своего Любимого Отца Который Учил Его И наставлял Его Знаете Он достиг Он говорит Скажите Отцу Моему О славе Моей Вы Сами Видели Эту Славу Действительно Это было Просвещение Нации В то Время Это Самый Как Эпогей Славы Египта Знаете Об Иисусе Христе Посмотрите Что сказано Мне это Очень нравится Иисус Говорит Иоанна 17 глава 24 стих Очи Которых Ты дал Мне Хочу Чтобы там Где я И они Были Со мною Смотрите Как сказано Да видят Славу Мою Которой Ты дал Мне Потому что Возлюбил Меже Меня Прежде Создание Мира Он говорит Чтобы Мы Народ Его Он Разделяет Славу Свою Братья Сестры С нами Вот Эта Слава Которую Имеет Иисус На Небесах Он Делит Ее С нами Это Просто Непостижимо Это Радует Дух Мой И Поэтому Как Это Важно Быть Послушным Господу Любить Его Исполнять Его Заповеди Служить Его Он Разделит С нами Братья Сестры Вот Эту Славу На Небесах Это Чудно Это Великая Братья Сестры Иосиф Помните Когда Его Привели И Чтобы Он Разъяснил Эти Сны Он Я Я Слышал О Тебе Фаравон Что Ты Можешь Это Сделать А Он Не Говорит Да Это Мой Дар Он Говорит Нет Он Ставит На Бога Бог Это Бог Дал Мне Братья Сестры Бог Дал Мне Иисус Христос Когда Говорит О Себе Апостол Павел Пишет Об Иисусе Христе Он Не Почитал Себя Хищением Но Отца Выше Себя Как Смирил Себя Братья Сестры До Смерти И Смерти Крестной То Делал Наш Господь Иисус Христос Он Пришел Мы Читаем Евангелие От Иоанна 1 глава 11 стихом Пришел Кому К Своим И Свои Его Не Приняли Иосиф Пришел К Своим И Братья Его Не Приняли Они Продали Его В рабство Так Оно Все Схоже Знаете Одна Девочка Как-то Работала Среди Контракторов И Когда Нужно Было Делать Какой-то Вывод Нужно Было Сделать Решение И Вот Один Из Контракторов Скажи Это Я Повелел Скажи Что Это Я Повелел Ну Хорошо Ну Сделали Как Он Повелел Но Когда Пришла Комиссия Знаете Где Он Должен Сказать Что Это Он Сделал А Он Исчез Его Нету Он Не Отвечает За Свои Слова Говорит Мне Так Неудобно Девушка Говорит Что Он Этот Контрактор Он Отказался От Своих Слов Сослался На Что-то Другое Говорит А Что Сделаешь Говорит Поэтому Говорит Я Виновата Господь Иисус Христос Он Никогда Не бросает Своих Слов Братья И Сестры На Ветер Я Благодарен Богу Что В слове Написано Вот То Что Мы Прочитали Что Евреям Послание Что Там Два Раза Говорится Вот Иду Исполнить Волю Твою Божию О ком Это Говорится Братья Сестры Это Говорится О Нашем Господе Иисусе Христе Он Никогда Не Отрекся От Своих Слов Если Он Сказал То Он Сделает Братья Сестры Слава Нашему Господу За эти Чудные Слова Знаете Когда мы Вспоминаем Рождество Это Говорит О том Что Иисус Исполнил Свое Слово Он Пришел Когда Наступило Вот Это Время Полнота На Божьих Часах Присел Сын Божий И То Что Сегодня Братья Прочитали Он Родился На Вифлеемских Полях Где-то Там В округе Вифлеема В пещере В убогой Знаете Когда вот читаешь Колоссяном В первой главе Там Такие Сильнейшие Слова Братья Сестры Сказано Я когда Прочитал Оно Так Коснулось Моего Сердца Смотрите Избавивши Избавивши Начальство Начальство Власть Власть Все Примирить Примирить Собою И непорочными И непорочными Неповинными Примирать Собою Чтобы Что вы Это вторая глава 12 стиха Были в то время Без Христа Отчуждены От общества Израильского Чужды Заветов Обетования Не имели Надежды Были Безбожниками В мире А теперь Когда Господь Иисус Совершил Смертью Свою На кресте Теперь Во Христе Иисусе Вы Бывшие Некогда Далеко Стали Близки Кровью Христовую Ибо Он Есть Мир Наш Соделавший Из обоих Одно Разрушивший Стоящую Посреди Преграду Упразднив Вражду Плотию Своею А закон Заповедей Учением Дабы из двух Создать себе Самом Одного Нового Человека Устроя Мир И в одном Теле Примирить Обоих С Богом Посредством Креста Убив Вражду На нем И вредя Благовествовал Мир Вам Дальним И близким Потому что Через него Христа И те И другие Имеют Доступ К Отцу В одном Духе Итак Вы уже Не чужие Не пришельцы Но сограждане Святым И Свои Богу Вот Господь Дал нам Вот это Небесное Гражданство Он Нас дал Своими Он Сделал мир Между Богом И человеком Своей Плотью Своей Смертью Своим Воскресением То что Сделал Для Наш Господь Иисус Христос Здесь мы Читаем Иоанна Помните Иоанна 4 глава Иисус Беседая Самарян Который Он сказал Иисус Говорит Моя пища Творить Волю Чью Его Нет Волю Пославшего Меня И совершить Дело Его Вот для чего Господь Иисус Пришел Исполнить Волю Своего Отца И вы Много раз Найдете Особенно Евангелие От Иоанна Это место Что он Пришел Исполнить Волю Отца Я Прославил Тебя На земле 17 глава 4 стих Иоанна Совершил Дело Которое Ты поручил Мне Исполнить Для чего Он Пришел Он Сказал Это с радостью Вот Я Я Иду Исполнить Волю Твою Ныне Прослав Меня Ты Очи У тебя Самого Славою Которое Я Имел У тебя Прежде Бытия Мира Вот эти Чудные Слова Очи Прославь И Господь Иисус Говорил Прославил И прославлю Еще Братья Сестры Ибо Слава Которой Ты дал Мне Я Передал Им И они Приняли И уразумели Истинно Что я Ишел От тебя И уверовали Что ты Послал Меня Знаете Создатель Он умолился Стал Ребенком Знаете У него Не нашлось Места Он Родился В пещере В Яслях У него Не было Места Когда он Ходил Благоведствовал Говорит Мне негде Преклонить голову Лисицы Лисицы Имеет Норы Птицы Гнезда А ему Не было Преклонить Место Когда он Умер Его Положили В чужую Гробницу Братья Сестры Знаете Это Исполняется Место То Когда мы Читаем Второе Коринфянам Восьмая Глава Девятым Стихом Ибо вы Знаете Благодать Господа Нашего Иисуса Христа Что Он Будучи Богат Обнищал Ради Кого Вас То есть Нас Дабы Вы Обогатились Его Нищетою Знаете Его Нищета Стала Богатством Для нас Он Сделал Нас Сыновьями И Дочерьми Он Дал Небесное Царство Для нас Он Разделяет Для нас Славу Свою В небесах Разве Это Не чудо Братья И сестры Его Нищета Обогатила Нас Слава Господу За это Все Жти Муки Ради Нас Страдания Его И смерть Ради Нас Он Не Сказал Не Пойду Но Он Сказал Вот Иду Братья И сестры Слава Богу Слава Богу Что Это Наше Спасение Это Наше Искупление Он Делал Нас Святыми Он Оправдал Нас Своим Воплощением Хотелось Бы Вместе С вами Сказать От Всего Сердца Спасибо Тебе Господь Иисус Что Ты Воплотился Что Ты Пришел Для Нашего Спасения И у Нас Есть Эта Возможность Пусть Нашему Господу Будет Слава И Честь Давайте Поклонимся Ему И принесем Ему Славу И Честь Аминь Аминь Славу